Будучи спортивным СМИ, сегодня трудно не говорить о Кобе Брайанте, даже если не рассказываешь о баскетболе как таковом. Брайант был воплощением духа игры, действительно похожей на бога Гермеса в крылатых сандалиях. В нем было телесное, животное воплощение игры, гораздо в большей степени, чем личностное. За это в баскете отвечал Майкл Джордан. Но посмотрите, вот не случайно, наверное, в это время, возможно, время как-то раскрывало именно это качество. Именно к этому времени в футболе пришелся Роналдиньо, наверное, более одаренного от природы, ну или от бога, футболиста не было. Он был силен, он был очень техничный, был пластичен, быстр, гибок, но у него практически полностью отсутствовала личность. Роналдиньо идет в историю как самый одаренный от природы, наверное, дурачок. Про Брайанта мы этого сказать не можем. Брайант, возможно, не был такой яркой личностью, как Джордан, но тем не менее личностью он все же был. Тем сложнее представить себе его вот в этой зеленой лощине, с которой поднимается дымок, и ты понимаешь, что это дымок оттуда, где лежит его тело. Рип Коби Брайант. Футбольный клуб, футбольный клуб. Делайте ставки в марафон Бет. Здесь, наверное, следовало бы сказать, что теперь поговорим о более веселых вещах. Сами будем говорить о русском футболе. Хочу ответить на некоторые вопросы, которые звучали в хвосте комментов к предыдущему выпуску, который получился почти монотематическим. Я много говорил об очередном витке дела Кокорина, судьбы Кокорина. Человек, который не обладает масштабной личностью, но судьба у него получается совершенно удивительная. Вы знаете, вопрос свелся немножко не к тому, вот к этому часто приводит именно длинный хвост комментов, не к тому, чтобы он был короче. Вы говорили о том, вообще заслуживает ли Кокорин того, что с ним происходит. Возможно, заслуживает, возможно, нет. Будь вам пойдет в голову, что не нам, в общем-то, об этом судить. Жизнь рассудит. Возможно, о том этапе жизни, на котором сейчас находится Кокорин, ничего более высокого и, как вы заслуживаете внимание, не говорили и о Стрельцове когда-то. Дело совершенно не в этом. Я-то говорил о другом, о том, что вот таков уровень решения в большом клубе, в самом большом футбольном клубе России, когда все говорят, те, кто смотрит, что футболист набирает прекрасную форму. Тренд говорит, он мне нужен. И руководство клуба до Нового года говорит, да, прекрасно мы рассчитываем от этого игрока. А потом в один день все меняется. Почему это меняется? Вот точно не потому, что это футбольный клуб. Понимаете, вот о чем идет речь. Вот и вся недолга. Или недолга. Здесь нет никакого чувства долга. Такой маленький рэпчик. История, которая меня привлекает на этой неделе, я был готов об этом поговорить еще и в четверг, но более важные дела заслонили. Это история футбольного клуба «Химки». Очень характерна сама поставка вопроса. В «Химках» сказали, у нас нет денег для того, чтобы выходить в высшую лигу, чтобы выходить в премьер-лигу. И вот я хочу спросить вас, друзья мои, а что это означает, у нас нет денег играть в премьер-лиге? Уж в чем-в чем, о вопросах бюджета любая российская семья поднаторела. На что у «Химок» может не хватать денег с выходом в премьер-лигу? На путешествия. Они сейчас летают до Владивостока и до Калининграда. А тут у них половина чемпионата пройдет практически в Москве. Ну как вы думаете, на что у них может не хватать денег? На футболистов. А у кого их хватает на футболистов? У команд, которые закрываются за долги, которые вылетают из премьер-лиги, не в состоянии оплачивать контракты своих игроков, не в состоянии даже играть в собственном городе, как Тамбов. Вот скажите, раньше в «Зенит» играли «Халк» и «Дани» и «Аршаеван», а теперь там играют «Дзюба», ну и еще какие-то субъекты. Как вы думаете, «Зенит» от этого становится недостойным чемпионства в России? Да нет. Чемпионство в России – это и некая планка, которая существует всегда и которой нужно соответствовать. Чемпион в России определяется в каждый конкретный год. Вот и «Химкам» на самом деле ничто не мешает выйти в премьер-лигу, если они заняли первое или второе место в первом дивизионе, или если они выиграли переходные матчи. Ну абсолютно ничто. Но при этом в «Химках» сначала начинают ругаться внутри, потом оттуда уходит тренер, потом они меняют задачу. В любом порядке это три разные истории, а каждый из них по паре предложений. Дело в том, что футбольный клуб – это окно возможностей. Это деньги, которые в данном случае выделяет Московская область. И вот дальше ими ты можешь распоряжаться. И выход лигой выше, выход в премьер-лигу – это возможность попросить больше. Вот это, оказывается, и есть мотивация для руководителей клуба, для, возможно, тех, кто в клубе работают. Для тех, кто играет – нет, потому что они хотели бы в «Химках» остаться и дальше принять себя на более высоком уровне. Им достаточно того, что они получают, я так полагаю. А деньги нужны директорату, чтобы их потратить, чтобы их, возможно, распределить, возможно, нет. Но для выхода в премьер-лигу и существования в премьер-лиге совершенно не нужны дополнительные деньги. Все это абсолютная чушь и блаш. Побочная история заключается в том, что в «Химке» вроде как должен был прийти частный инвестор, заинтересованный в том, чтобы прогрессировать в премьер-лигу и готовый за это платить. Но что это тоже означает? Это означает, что будет новый контроль за новыми деньгами. А, наверное, это не устраивает тех, кто сидел на деньгах прежде. Возникает третий вопрос. А зачем «Химкам» частный инвестор? Неужели в России можно делать деньги на футболе? Вы удивитесь, но да, да. Это давно известная и очень простая формула, которую когда-то за год осуществил Андрей Червиченко после московского «Спартака». Тогда в «Химках», молодых «Химках» сыграла половина состава, которая впоследствии играла за сборную России, а практически все сыграли в премьер-лиге. Почему? Да очень просто. Потому что в Москве существует огромное количество футбольных школ, дубли команд премьер-лиги. И вот на стыке молодежного и взрослого уровня есть огромное количество футболистов, которые сразу не получают шансов. И «Химки» при московской команде оказывается идеальным для этого полигоном. Да «Химки» могли бы безбедно существовать во все времена, если бы задачи «Химок» не было нечто другое. В разные времена разные, но всегда нечто другое. Ну и, конечно, особняком в этой истории стоит фигура Андрея Таллаева. Таким серьезным особняком с очень-очень индивидуальной мансардой. Мне не очень просто говорить об Андрея Таллаеву, потому что он мой добрый приятель, мой одногодок. Я вообще очень внимательно и трепетно слежу за людьми своего года рождения в футболе. Но Андрей Таллаев сам часто судит о своих коллегах-тренерах, когда выступает в качестве телевизионного эксперта. Поэтому, наверное, к суждению о себе он тоже отнесется терпимо. Вот чего я точно совершенно не понимаю, так это отставки Таллаева из «Химок». Я уж не знаю, чем она была обусловлена. Возможно, какая-то там ссора, мышь пробежала и так далее. Но Андрей Таллаев за свою продолжительную тренерскую карьеру поменял уже довольно большое количество клубов. Все время с разными мотивациями. И это удивительно, потому что у Таллаева есть систематические знания. Он умеет работать с молодыми футболистами. Так, по крайней мере, кажется со стороны. Он в юношке сборных работал достаточно долго. Он для «Химок» практически идеальная фигура для того, чтобы вот там растить команду, составлять вот одним боком другим. Да даже и лишний сезон в первом дивизионе провести. Почему нет? Почему Таллаева отпугивает перспектива не получения большего бюджета на прогресс в Премьер-лигу? Я не могу совершенно этого понять. Таллаев немедленно покидает команду, как обидчивый ребенок, честное слово. Бросается куда-то в сторону, и вот уже поступает информация. И я совершенно не склонен в ней сомневаться, потому что в Сергеевом канале «Честность не порог» обычно поликуются сведения, которые впоследствии легко подтверждаются. Таллаев уже провел встречу с представителем губернатора Нижнего Новгорода, а возможно и с своим губернатором, с просьбой дать ему возглавить команду Нижнего Новгорода, чтобы он вывел ее в Премьер-лигу. Я хочу подчеркнуть, что все это я говорю, отдавая себе отчет о том, что Андрей Таллаев очень неплохой тренер. По навыкам, по умениям, по представлениям о жизни. В прошлом году, накануне сезона, я ездил в Армению и сделал небольшой репортаж о пьюнике и о футболе в Армении. Мы сделали специальную ссылку на этот материал, который тогда вы явно не досмотрели. Очень колоритная история. Там очень хорошо видно, что Таллаев тренер-то очень неплохой. Он просто объясняет его легко воспринимать. Посмотрите эти отрывки. Он ждет. Покажите плечами. Сделайте рывок. Туда или сюда плечами. Покажи. Куда ему паздать? Ай, били кто? Канатеев никогда? Кто? Скажи голос, не я, падай и все, и бей. Ты маленький, резкий. Он пока замахнулся. Интересно было команду построить, когда есть возможность. В России-то не дают, ты же сам знаешь. Сейчас время, мне кажется, удобных. Тренер-то такие, которые молчат, а за них генеральные деграды все определяют, все пилят, все обсуждают, все рассказывают. Таллаев работал в Тамбове. Метнулся из Тамбова. Работал в пьюнике. Объяснял, почему хорошо работать в пьюнике. Недоработал год в пьюнике. Вот он работает в Химках. В Химках отказывается увеличивать бюджет. И Таллаев немедленно покидает Химки. Вот просто интересно, как сам Андрей Викторович думает. Вот человек, который не готов работать систематически и терпеть определенные невзгоды, который обидчив, как, ну я не знаю, как маленький зверек-белка просто обидчив. Вот просто интересно, кто же доверит ему команду премьер-лини в такой ситуации? Разве не нужно для этого иметь в первую очередь толстую, как у слона, кожу? Когда же тренеры коллеги Таллаева воспринимать критику своего коллеги, работающего в другой команде, да, анализирующего их игру и указывающего им на ошибки? Вот просто интересно, каким образом, что должно произойти теперь с Таллаевым тренером, чтобы ему доверили большую команду? Потому что, ну что такое доверие? Это означает, что это в долгую, это означает, что это в серьезную, что ты, человека, можешь подвести раньше, чем он подведет тебя. Извините, в историях про деньги так тоже бывает. Я думаю, что подобные истории показывают, что Таллаева, скорее всего, никто и никогда не доверит команду премьер-лини. Мне хотелось бы в этом разочароваться, но если я в этом разочаруюсь, если это произойдет, к моему удовольствию, это означает только то, что нашлось какой-то, извините, в общем, романтически настроенный человек. Вкратце, это можно охарактеризовать, как несоответствие масштаба личности, масштабу таланта. Я это говорю с сознанием дела. Таллаев человек, который вряд ли смог бы после работы на телевидении уйти на YouTube. А ведь там нет ничего страшного. И на YouTube делается телевидение, и очень даже заметное. И в первом дивизионе можно делать команду на год дольше, чем ты это планировал. Другое, на мой взгляд, важное событие недели это возвращение Форуда Николая Камличенко, который был лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в одном сезоне и одним из лучших вот в этом незавершенном. Камличенко возвращается в Россию, в московское «Динамо». Летом на него претендовали самые разные команды за год в Чехии, вернее, за последний свой год в Чехии. Камличенко сумел стать игроком сборной России, и по этому поводу было довольно много разговоров о том, что вот футболист делает карьеру на Западе, и это правильно, он уезжает на Запад, тролли-вали, пятая-десятая. И это тоже раздывает как некий антологический вопрос. Антологический – это вообще понятие этого выпуска. Что хочу сказать, друзья мои, Чехия – это не Запад. Чехия – это деревни Запада, это предместье Запада. И для России тоже предместье, понимаете. По разным причинам, в силу предрассудков, конечно же. Но Чехия – это, в общем, то же самое, что в словах некоторых Польши пословичных, да. Курица не птица, Польша не заграница. Николай Камличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Скажите, пожалуйста, а лучшие бомбардиры предыдущих лет чемпионата Чехии, они что, все толпами уезжали в чемпионаты Франции и Англии? А что вообще значит быть лучшим бомбардиром чемпионата Чехии? Чехия – это страна, которая, в частности, играется внутрь первенства самого своей страны. Футбол довольно примитивный, и там всегда в части центра форварды. В сборной Чехии всегда есть хорошие фактуры на нападающих. Это их бывало даже по два. Я вспоминаю, как в одно время сошлись в сборной Чехии Ян Колер, вообще два с лишним метра, и нападающий Локвинс. Надо их выпускать на поле вместе, они были хорошими игроками, но вместе они могли бы идти только в том случае, если бы один другого взял на плечи. Короче говоря, нормальное чешское амплуа. Это не делает из Чехии Европу, в том понимании, в котором мы говорим, стремитесь в Европу, друзья мои, для того, чтобы сделать карьеру. Стремиться в Европу, это означает, стремиться в команды топ-чемпионатов, уезжать, допустим, в Испанию, в Англию, ну, хотя бы в Португалию, хотя Португалия очень агентская страна, и в юность туда уезжают многие. Камриченко, на самом деле, ехал в Чехию, это то же самое, что он уехал бы, допустим, в Урал. Или, возможно, он уехал бы, ну, я не знаю, куда еще, ну, в Кубань, если бы Кубань была в первом дивизионе. Просто, как выясняется, эти самые клубы, типа Урала, Кубани и так далее, они не играют той роли, которую могли бы играть. Они дадут практике необходимой. Они не поверят в футболиста, который вот имеет какие-то трудности в карьере. А в Чехии его спокойно совершенно берут. И вот Камриченко делает шаг, собственно говоря, из дубля Краснодара, из второй команды Краснодара, в команду типа московского «Динамо», которая Краснодар самому, кстати говоря, серьезно уступает в чемпионате России. И вот Камриченко через Чехию, а мог бы через Урал, приезжает в московское «Динамо» за 3,5 миллиона евро, долларов, да хоть бы даже и фунтов, да хоть бы даже и за биткоины он туда приехал. Это не имеет никакого значения. Нормальная карьера, слово «Европа» в понятийном смысле здесь совершенно лишнее. Так что съездил в Европу и вернулся в Россию, это Киржаков в нулевые годы в Севилью. Съездил, выиграл Лигу Европы, попал снова там в Еврокубковую зону, Севильи, выиграл Кубок Испании и вернулся в «Зенит», доказав многое. А Камриченко просто делал определенный шаг в карьере. Чуть выше, чуть выше, чуть выше. И вот в конце концов он достиг московского «Динамо». Для всех, для многих, для большинства это завершение карьеры. Для Камриченко, для Филиппа, для еще кого-то. Тем не менее, если выйти за рамки, пусть даже очень обоснованных шуток и скептицизма в отношении «Динамо», «Динамо» стала сыграть 11 матчей в чемпионате. Я думаю, что Камриченко, как центр-форвард, для такой примитивной и тупой команды, как «Динамо», очень подходящий футболист. И я думаю, что с его, собственно говоря, мотивацией, с его тянеткой, марафон мог бы дать линию, наверное, 5,5 голов в оставшихся играх этого года. Я бы взял, наверное, больше 5,5, а больше 6,5 для Камриченко голов в этом сезоне. Я бы брать уже не стал. А, кстати, деньги, которые Дорпанская Боруссия заработала на продаже Максимилиана Филиппа, ненужного в «Московской «Динамо», она потратила на Эрлинга Холланда, который в первых двух матчах, сыграв их выйдя на замену, забил 5 мячей. И вот уже все всерьез рассуждают о том, что, может быть, Холланд успеет составить конкуренцию Левандовскому в борьбе за звание лучшего бомбардира Бундеслиги. Ну, разве это не крутизна? А кто такой Эрлинг Холланд? Это парень, который в составе Мельда играл против «Зенита», против «Мевли» играл, против «Нобуа» играл, и тренером там был «Солдскер». «Солдскер» теперь тренует в «Манчестер Юнайтед», Эрлинг Холланд – главный молодой форвард Европы, а «Мевли» в Сочи, а «Нобуа» в Сочи. Но «Зенит» по-прежнему снова будет говорить об амбициях выхода, собственно говоря, в Лигу Чемпионов и там о борьбе за выход из группового этапа в плей-офф. А Эрлинг Холланд будет играть за одну из лучших команд мира. А еще существует история. Ее распространяет обычный довольно информированный канал ЦВБП «Медиа». Я сейчас надел вопрос как на анонимный, но неплохо информированный. Короче говоря, о том, что Сульшер Солдскер писал кому-то знакомому из ЦСКА или говорил, что вот, ребят, у нас есть Холланд, а еще годом раньше до встречи с «Зенитом» было. Возьмите способный игрок, не прогадайте. Я не знаю, правда это или нет. Я вообще скептически к таким историям отношусь, потому что, вы знаете, из тех футболистов, которых хотели в Россию взять, но они не поехали, можно ставить символическую сборную, которая разнесет Барселону и Реал два раза в двух неделях. Понимаете? У меня незабываемая история на этот счет, когда я еще работал на НТВ+, а Станислав Черчесов еще был живым человеком. Он приходил в качестве эксперта на НТВ+, коротал время там на диване, и мы с ним разговаривали как раз о том, что вот ему не давали денег в Спартаке, а потом его уволили и Карпину денег дали. Через год, а ведь я хотел привезти Пастора. Пастора, генский футболист, сейчас его уже немножко забывают, но тогда Пастора считался талантом равным мести, чуть уступающим, может быть, в мощи, возможно, в масштабе личности и так далее. Я договорюсь с Станиславом. Стас, а что ты не говоришь, что Месси хотел привезти? Все равно же не привез. А круче гораздо звучит. А я хотел привезти в Спартак Месси. И еще Криштиану Роналду. А привез Антонио Майдану. Помните Майдану, кстати говоря? Анти Майдану. Вот, собственно говоря, было главное такое кредо Станислава Черчесова тогда на диване. Я честно собирался поговорить сегодня на европейские футбольные темы. Я собирался поговорить о Ливерпуле, о том, что вопрос о том, кому и когда проиграет Ливерпуль, это, собственно говоря, проблема. И интерес должен быть всего мира. Потому что Ливерпуль должен был бы проиграть уже давно. И не должно возникать мнение, глядя на Ливерпуль, что есть какой-то способ, какая-то тактика, некое построение игры, которая позволяет не проигрывать никогда. Такой тактики нет. Это самообольщение. И вообще пора бы его в себе разрушить. Еще я хотел поговорить о Барселоге, о том, что Крики Сытьену не суждено добиться в ней успеха. И вообще говоря, подискутировать заводично с Вадимом Лукомским. Я выжидал какое-то время, потому что мне хотелось все-таки дать возможность себе поверить, что если-то Лукомский не погрешим. Ну, о Ливерпуль я, наверное, поговорю в завтрашнем выпуске «Ниа Бёрд», который выйдет, как обычно, на канале «ОК и Спорт» в среду. Завтра буду его снимать. А вот про Барселону, если вам будет интересно, ну, окей, поговорим, наверное, в четверговом выпуске. Ну, тогда ставьте лайки, подписывайтесь, и ваши желания будут исполняться. До встречи. Помните Майдану, кстати говоря? Антимайдану. Вот, собственно говоря, было главный такой кредо Санислава Черчесова тогда на диване. Василий Кристиану Майдану. Срать на него. Антонио Майдану, я уже вспомнил даже, это другой совершенно чувак. Антонио Майдану, это... Когда я был пионером, теоретически говорили, вот нужно выступить в поддержку какого-то там человека, которого посадили в Америке или где-то еще. Вот, Анжели Дэвис, «Свобода, свободу Антонио Майдане», это, собственно говоря, вот то же самое все. Да. Сейчас можно было выступать с Ложенком там «Верните, выньте кусок льда из души Станислава Черчесова». Да. Как-то так. Вся наша жизнь играет, и если ты не клуб, ты понимаешь, во что ты играешь, весь этот мир как большой. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный.